Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС. Студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более 1400 пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 25 человек. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе в дежурную службу МЧС по номеру 101 поступило сообщение о пожаре в доме на проспекте Любимого. В одной из квартир, предположительно из-за короткого замыкания электропроводки, загорела стиральная машина 2015 года выпуска. В результате происшествия была повреждена стиральная машина и закопчена ванная комната. Не допускайте перегрузки электросети, содержите электропроводку в исправном состоянии и обязательно используйте электроприборы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. На минувшей неделе во дворе на улице Маяковского горела легковушка. Огонь повредил и два стоящих рядом авто. Оперативно прибывшие спасатели справились с огнем, но машины были уничтожены полностью. Одна из версий случившегося – поджог. Кроме того, за минувшую неделю столичные спасатели ликвидировали оплавление корпуса автомобильного зарядного устройства для телефонов, прикуривателей легкового автомобиля, припаркованного на улице Кульман, два десятка случаев загорания пищи на плите, а также загорания мусора в коллекторе по переулку Козлова. Помощь работников МЧС понадобилась и при обнаружении неисправности в электрощитке на территории одного из предприятий на улице Бабушкина. Там начала плавиться проводка. Понадобилась помощь спасателей и после инцидента на улице Долгобросской, где грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на человека. Спасатели с помощью специнструмента достали 54-летнего мужчину из-под машины и передали медикам. С черепно-мозговой травмой легкой степени, переломом ребер и закрытой травмой грудной клетки он был госпитализирован. Минск чрезвычайный Вчера к спасателям с просьбой о помощи 4-летнему внуку обратилась пенсионерка. Играя на улице с бабушкой, мальчик засунул ногу между металлическими перилами, да так, что она застряла там намертво. Оперативно прибывшие на улицу Менделеевые работники МЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли ногу ребенка. Он не пострадал. Родителям следует помнить, что в силу своего возраста дети не могут оценить степень опасности каких-то предметов или своих действий, поэтому они очень часто попадают в различные чрезвычайные ситуации. С целью предотвращения подобных случаев, а также травматизма и гибели несовершеннолетних в чрезвычайных ситуациях, в эти дни в республике проходит акция в Центре внимания дети, в рамках которой проводится Единый день безопасности, в котором участвуют многие службы города. Это еще одно мероприятие, направленное на предупреждение чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них. Давайте вместе учиться жить безопасно. Минск чрезвычайный.